Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Работали вместе с девчонкой, каждый день на связи. Встречались с мужьями своими, в общем, свои 30 лет, думала, не найду уже подругу. Как перешли на другие работы, общение со временем стало реже. Вот уже пару встреч сорвали за последние несколько месяцев по ее причине. Недавно мы говорили, что на праздниках встретимся. Она говорила, что скучает. Пишу ей, что то завтра они приедут в другого города, а на следующий день на работу, неизвестно, насколько освободится. Я ей сказал, что мне тоже, надо заранее знать. Сказал, что она пишет завтра, такое ощущение, что не очень-то и хотелось ей. А мне обидно, как восстановить связь. Я думаю, Алина, что самое худшее, что вы можете сделать для себя и для какой-то потенциальной связи вашей с ней, это восстанавливать какую-то связь из-за обиды. Вот. Я думаю, что ничего хорошего из этого получиться не может. Потому что вы будете выстраивать свою связь с ней, да, будете в каком-то вот в контакте с ней находиться. При этом чувствуя обиду. Вот. То есть, чувствуя какую-то жалкость, чувствуя какое-то давление, чувствуя, не знаю, какое-то напряжение, может быть. Вот. И можете мне поверить, что никого никогда это еще не вдохновляло и не помогало. Значит, не помогало как-то вот решить свои проблемы, да, когда вот сблизиться с человеком. То есть, это вот, на мой взгляд, такой вот момент. А если вы как-то чувствуете обиду, да, вот, то, наверное, имеет смысл. Разобраться в том, откуда у вас это обиды, с чем он связан, вот. Потому что, вот, мне показалось, что вы из-за всех сил пытаетесь найти подругу, ну, себе. Из-за всех сил вы пытаетесь это сделать, но искать подругу, чтобы найти подругу, и искать подругу на работе, да, как вы это делаете сейчас, ну, на мой взгляд, совсем не лучшее решение. Опять же, которое вы можете принять. Потому что, во-первых, друзья, это, в первую очередь, кто, да? Это те, кто схож с человеком по его интересам. Это те, у кого общие взгляды и, в общем-то, у кого много общего. Вот. Так что, если вам сложно найти подругу, то я думаю, что это вот вопрос того, что вы чувствуете себя нереализованной, да, вы чувствуете себя не самоценной. И за счет этого, как бы, у вас вот человек приобретает сверхважность. Человек, который чувствует сверхважность для другого, он ощущает давление, он ощущает ответственность, и, соответственно, ему хочется выйти из контакта. Вот. У вас идет перекос в сторону важности кого-то, вам бы это немножко восстановить в сторону повышения ценности себя. Вот. И раскрытие именно себя, своего собственного потенциала. Вот. Обиды, ведь, возникают не на ровном месте, это и вопрос ожиданий, это и вопрос того, что какая я, то есть вот со мной как бы не хотят общаться, то есть я никому не нужна и так далее. То есть это оценка правления и прочее. Вот. Есть ощущение, что вы на подругу опираетесь, вот как, знаете, как на костыль, такой костыль, и никому не нравится быть костылем, это очень важно понимать, поэтому то, что подруга не хочет с вами общаться, но это, скорее всего, связано именно с вашим поведением. Кроме того, я должен сказать, что на работе люди чаще всего именно работают, и из коллег, друзей, я, например, не слышал, по-моему, чтобы из коллег вырастали друзья. Вот, может быть, такие истории есть, но очевидно, что это небольшое количество людей, потому что люди, которые знакомятся на почве работы, то есть там, где люди приходят работать, кто-то зарабатывает деньги, кто-то реализовывается, то странно, это какая-то вот идёт история про амбиции, вот. Меньше всего заинтересованы в том, чтобы быть друзьями, вот. Это больше свойственно, наверное, для работ творческой профессии, там действительно люди могут стать друзьями, но туда и приходят немножко другие люди, вот. Поэтому я думаю, что если вы хотите окружить себя большим количеством людей, да, у вас было больше тех, кого бы вы могли назвать друзьями, то вам нужно в первую очередь работать над выражением себя, над раскрытием себя, вот. И, ну, совершенно точно, с причинами обиды, обиды это детское состояние, состояние, ты не хочешь со мной играть, не хочешь со мной гулять, вот. И это детское состояние кроет в себе определённый внутренний конфликт, возможно, праздну, и определённый поведенческий паттерн, который не может мне мешать. Вот это вот всё необходимо корректировать. На этом всё, я буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.